Дорога-жизнь, судьба-машина, Подумай, всяк в неё садясь. Что ты оставишь ей на шинах? Всего лишь пыль, а может грязь? И прежде чем топить педаль, Пол уходящего былого, Запомни старую мораль, Мотор не создан для тупого. На Бога можно уповать, Но будь и сам всегда мужчиной, Поломки могут быть причиной Того, что нужно признавать. Лаборатория автомобильной диагностики Осуществляет выездную диагностику Европейских американских грузовиков и автобусов, Прицепов и полуприцепов, Холодильных установок. Ну вот, смотрите, пришла таки зима. Пришла таки зима, и как всегда зима приносит с собой. Вон, видите, авария для некоторых. Для некоторых приход зимой – это абсолютно случайное время, Которое застает иногда врасплох, что удивительно. То есть люди иногда эксплуатируют машины с плохими тормозами, На неважной резине. Ну и соответственно, кто пионер, грубо говоря, имеет права первый год, Тому, конечно, первая зима обходится очень тяжело. Достаточно нервное время года. Это первое получение опыта вождения автомобиля в зимних условиях. Ну вот, наконец-таки, настоящая зима. Это, конечно, тяжелое время для дальнобойщиков. Гололед, снег. И, в общем-то, все это не просто на дороге. Все это с нервами, все это опасность для жизни. Но время красивое, согласитесь. И вот здесь как раз и проверяются мужские качества и умение управлять автомобилем. И готовность его к зиме, к зимней эксплуатации. И те, кто забивал долго на автомобиль, то автомобиль сейчас ему отомстит. Ну что можно посоветовать начинающим водителям в первую зиму? Ну, во-первых, не делать резкие движения, да? Тут как с женщиной в любви. Дернулся резко и все. И можешь улететь. Не справиться с управлением. Это раз. Во-вторых, не держитесь близко к бровке. К правой бровке проезжей части. Зацепите колесом. Не сможете совладать с управлением автомобиля. Вынесет на обочину. А то и улетите в кувет. Это два. В-третьих, тормозите и на передаче больше. Не нужно тормозить на тормозах, спускаясь с горки на передаче. Ребята, это лучше, чем идти на тормозах с горы. Это три. Вот видите, машина ломается в самом неудачном месте, как всегда. Бедняга из Нафтотранс. Ну, это то, о чем я говорил. А те, кто не следит за машиной летом, те будут иметь проблемы зимой. Соответственно, в переносном смысле этого слова, крутите головой на 360 градусов. Смотрите по боковым зеркалам. Смотрите, что вы можете сделать в любой момент. Мало ли, нужно быть готовым ко всему. И вообще, в нашей специфике, кто профессионально ходит за рулем далеко, да. Ну, и в принципе, за рулем ездит далеко. Или вообще ездит за рулем профессионально. В нашей специфике главное, это угадать, что будет делать вокруг тебя обстановка, да. Рядом идущие машины и так далее и тому подобное. Угадаешь, будешь жив. Не угадаешь, будешь забивать и ковыряться пальцы в носу, точно попадешь в историю. Нужно думать на два, на три шага вперед. Чтобы у вас хватило времени для того, чтобы предпринять что-то в обостряющейся обстановке. Ну, и если впереди дорогу завалило снегом, ребята, дальнобойщики, но лучше выбрать место и встать, чем испытывать судьбу. Я, правда, был помоложе, что называется, был горячий и никогда не вставал. За счет этого получил богатейший опыт управления автомобилем в зимних условиях, в сложных условиях. Но сейчас понимаю, что, видимо, меня все-таки Бог миловал. Но я потомственный водитель и, в общем-то, первый мой преподаватель был отец, который всю жизнь был профессиональным водителем, который меня и учил. И, наверное, за счет этого я уцелел. И, в общем-то, никаких серьезных происшествий со мной за всю мою жизнь за рулем, а это около 35 лет, со мной не происходило. Ну и, конечно, были смешные истории. Пока я ездил дальнобойщиком в молодости, помните, я вам рассказывал, что мы возили водку на Пермь. И во всех этих путешествиях нам давали сопровождающего, охранника. У нас почти был один и тот же мент, капитан. И однажды ехали в сторону Перми, груженые водкой. Дело было уже к вечеру. Повалил снег. А дорогу, когда ездишь, очень хорошо знаешь, что называется, каждый пень. И представляешь, что там будет впереди. И я объясняю охраннику, напарник спал на спалке. Я объясняю охраннику, говорю, знаешь, впереди большие горы. Смысла нам нет ехать, потому что сейчас снег валит с такой силой, что сейчас чисти-нечисти, дорога будет как стекло, скользко. Лучше нам бы встать где-нибудь на парковочке, на платной, и отдохнуть до утра, пока почистят, пока посыпят. Ну, что бы вы думали, что называется, на любимый мозоль наступил. И мент говорит, да ты салага, да ты ездить не умеешь, да ты боишься. Ну, естественно, после этих слов, я говорю, кто? Я боюсь. Я говорю, ну, поехали. И едем, 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 а впереди большая гора. И вот мы на вершине горы уже, перед началом спуска, а внизу много-много огней. И вот этот самый капитан спрашивает, говорит, а что это там внизу? Я говорю, как, что? Это те, кто не смог заехать в гору. Может, говорит, не поедем? Я говорю, нет, дорогой, теперь точно поедем. Ну, и включаю, у меня прожектора вверху были, включаю прожектора. Рации у меня тогда не было. Нажимаю аварийку. И начинаю на четвертой пониженной спускаться с горы. И вижу, проходит встречная машина. То есть левая полоса у меня точно будет свободна. Потому что сквозь снег не очень хорошо видно. Левая полоса у меня точно будет свободна, в случае чего. И вот, где-то на середине горы я смотрю, встречных никого по огням. Перестраиваюсь в левую полосу, переключаюсь, по-моему, на седьмую повышенную. Газ в пол, валит черный дым, машина начинает разгоняться. Мент уперся всеми четырьмя конечностями в торпеду. С него чуть уже не под холодный капает. Говорит, слушай, может остановимся? Говорю, нет, останавливаться теперь нельзя. Нам нужно выскочить на тот конец горы. И начинаешь, в общем-то, штурмовать гору. Ну и переключаешься, переключаешься, переключаешься. А все вы знаете, на старых мазах 64-229 у нас была машина. На старых мазах была такая система, чтобы переключиться на пониженную передачу, нужно было практически остановиться или снизить скорость до 10 км в час. И это как раз было препятствием по штурмовке вот этих вот ледяных горок. Потому что пока переключишься, уже, что называется, поздно. И вот я смотрю, у меня не хватит скорости разгона. Думаю, ну все. И я не дотянул до вершины где-то метров, наверное, ну 30 может быть. Встаю на обочину. Ставлю машину на ручник. Подставляю подкатные башмаки. И капитан спрашивает, говорит, а что теперь? Я говорю, ну все, а теперь будем ждать утра. Пока придут трактора, пока почистят, пока посыпят. Ну, благо мы стоим одни из первых наверху. И нас, в общем-то, достанут оттуда первыми. Ха-ха-ха. Но надо сказать, что МАЗ был очень интересным автомобилем. Через три часа, когда резина у нас остыла, я попытался тронуть с места. И, в общем-то, все успешно завершилось. Машина пошла. И я так и дотянул, вытянул в эту гору. И, в общем-то, мы ее дальше проехали. Ну, а потом пришлось вставать действительно на стоянку, потому что оно испытывает судьбу. В который раз, в такую пургу, в гололед, это смысла не имело. Вон, видите. Вот уже результат гололеда. Вон, видите, фура слетела. Вот так вот. И вот такая вот пробка образовалась. Вот еще одна жертва. Видите, что творится? Скользко. Как-то его вынесло навстречу, непонятно. Вот он стоит. Видимо, не зашел в горку и задом пытался съехать вниз. Еду по старой Ярославке. Гоняют тут одни самосвалы. Ну, и сейчас они молодцы. Они кучкуются в отстойниках, потому что невозможно. Под колесами, ребята, голый лед. И на фуре сейчас, конечно, кататься, но это смертоубийство. А здесь горки. Мама, не горюй. Поэтому надо, конечно, осторожно ехать. Ну, вот смотрите. Сплошной лед. Асфальта нет. Немножко был плюс. Выпал снег. Снег раскатали. Получился лед. Сверху припорошило снежком. Самая опасная дорога. И для фур, конечно, сейчас тяжело. Да и для легковых надо осторожнее себя вести на дороге. Все-таки опасное покрытие. Вот он идет. Самосвальчик. Вот, смотрите. А здесь, видимо, ребята стоят. Столовая, что ли, здесь. Либо ждут, когда почистят, посыпят. Ну, магазин здесь. Кафешка. И здесь кругом одни самосвалы стоят. Вот, видите как. Вот он. Спаситель. Сейчас почистит немножечко. Уже будет что-то. Ну, вот и приехали. Тонары скидывают песок хоть поедем понемногу. Передайте дальше. Пробка. И она не маленькая пробка, ребята, на Москву. Видимо, подняться никто не может. А самое интересное, много ездит здесь тонаров, груженные песком. Можно хоть всю трассу усыпать. Вот сзади меня уже собирается тоже пробочка. Ну, дорога вообще лед. Вообще лед. А что там, ребята, что за этими товарами все эти висит, что ли ничего? Вынужден был развернуться. По Старой Ярославке не пройдешь. И поеду по объездной. Но по объездной там тоже авария, поэтому я и поперся по Старой Ярославке. Идете на Москву, не торопитесь. У вас на подъездке авария. Вон, видите что. Проходная левая. Вот такая она зима. Все везде перегородили, никуда не свернешь. И объехать негде. Что по Старой Ярославке сунулся, не проехать. Что по объездной, там авария, не проехать. Но все-таки поеду по объездной. Там авария давно уже стоит. Возможно растащут. А тут горы ледяные. Ребята, судя по всему, надолго встали. Может и до утра. У меня, правда, полный бак бензина, как всегда. Но ночевать-то я здесь не собираюсь. Мне завтра утром работу работать надо. Вот этот ман стоит, которого я проезжал в кувете. Видно, не зашел. Задом стал маневрировать. И вот тебе здрасте. Заехал. Борка, в принципе, приличная. И самое интересное. Начинается боковой ветер. Но по объездной, вот вокруг Сергеев Посады, еще ничего, ситуация. Но вот по Старой Ярославке, в сторону двориков я ехал, там голый лед. Там будет держи-лови сейчас при таком ветре. Здесь еще ехать можно. Но тут, опять-таки, я ехал в сторону Ярославля. Была пробка в связи с тем, что две машины ушли в кувет. Фуры. И с левой стороны потихонечку можно было объезжать. Но совсем потихонечку. Пробка была не кислая, там на подъеме. Я поэтому поехал через дворики. Думал там проехать. А не, тут-то было. Там еще хуже. Вернулся, развернулся. Теперь еду опять по этой объездной. Вокруг Сергеев Посада. Попробую проехать. Ну, а что делать? Ну, не ночевать же здесь. Когда такой боковой ветер, разгоняться бесполезно. Эффект будет только хуже. Потому что при порыве бокового ветра вас просто сдует с дороги. А когда едешь так, ну, со скоростью 60-70, еще более-менее нормально. Сейчас заеду на заправку. Куплю себе попить, потому что черт его знает. Обстановка такая. До Москвы тут 120-130 приблизительно осталось. Но хрен его знает, сколько это нужно ехать. Все, поеду за чаем. Или заводовой на заправку. Даже маленькую машинку потаскивает. Нажимаешь на педальку газа. И прям чувствуешь, как уводит передок. А представляете, что сейчас на больших автомобилях. Какие ощущения по такой дорожке-то ехать, а? Вот она пробка эта на объездной. Где две фуры в кувет заехали. Я ехал на Ярославль. Движение было только по левой полосе. Ребята стоят на горе, не спускаются. Потому что на ту сторону не подняться. Даже по левой полосе не разогнаться и не подняться. Поэтому все остановилось. Вот когда я домой попаду. Не знаю. Да. Вот она пробочка. Начинают ехать. Получит сковородку разогреть. Тогда идет движение вообще быстро. С той стороны уже едет машина. Посыпает все. Вот ребята специально держат. Сейчас спустились немножко. А вот там на подъеме пробка. А под колесами лед. Соответственно они держат до спуска. Потом разгоняются и по одному проходят с левой стороны. Но отсюда не видно. Вон там моргают мигалки. Видимо ГИБДДшники приехали. А там две машины в кувете. Я на Ярославль ехал. В кувете висят. Соскочили с дороги. Вон смотрите видите. В зеркало. Змейка такая вся в огнях. Вот это пробка на Москву. Из-за этой аварии. На втором подъеме. Как там это? Последний подъем. Скажи что-нибудь. Ну вот видите. Вот они здесь слетели. В кувет. Вот ман стоит. И вон еще один. Скамеечка. Ну все. Слава Богу. Поехали. Но это их растащили. Утром ехал в сторону Ярославля. Видимо только случилось. А к вечеру уже вот. Целый день они стояли здесь. Загораживали. Проезд. Пробка была. К вечеру их только растащили. Еще только-только темнеет. Сейчас почти 4 часа. Вот весь день они простояли в кувете. Мешаясь всем на Москву. Продолжение следует. Субтитры сделал DimaTorzok ПО ТВ